здорово сейчас я с вами поговорю на одну тему которую я наконец-то немножко продвинулся в осмыслении того что же такое было вот что меня бесило и многих из вас не просто раздражало именно бесил вот это в гитарном youtube и вот это гитарных там преподавательствах там и так далее так далее так далее как вот вчера я сделал видео объявил что я открываю набор учеников на гитару то есть я буду учить людей как играть на гитаре все что я знаю я с людьми поделюсь и уже кстати сейчас набралось довольно таки достаточное количество людей то есть если так смотреть то на следующие там сколько-то там недель я не знаю ну пока люди сказали забиваю все на пока ты это делаешь то есть на следующие вот сколько на времени у меня допустим 20 00 по киеву уже все забито я там на все дни причем недель где-то 21 по киеву уже там осталось по моему только вторник и что такое ну то есть люди откликнулись люди хотят и я с ними общаюсь по skype удаст ну то есть созвониться сначала договориться как куда чего какие дни во сколько спрашивают так чтобы подходить с идеей к тому или иному человеку и вот там говорят играет на гитаре 10 лет и чуть меньше и больше правда с перерывом с большим там лет восемь девять но самое главное вот что я у них спрашиваю базовые вещи вот базовые вещи которые мне кажется вот все должны знать а как послушать вот этих всяких там фредов или вообще об этом даже говорить стыдно то есть агамах и обо всем это такое вот ощущение идет что все должны знать и вот я вот все-таки понял что какой же урон гитарному сообществу мы наносим вот этими всеми а тем более вот это фредовщина вот это хлебожевание там бегемоты бочины там вот эти все дела потому что ну сразу обозначиваем вот эти уровни то есть ты или играешь как боженька или ты просто бегемот жующий хлеб все другого не дано и вот все вот эти люди которые ну как бы тогда я вот гоняю да знаю там пентатонику даже выучил все пять баксов а на хрена я ее выучил я не знаю то есть вот не было человека который бы подсказал зачем это надо было да кто-то рита вот я аккорды знаю там а м там f да вот эти c давай power cord тогда сыграем там сыграем не power cord я не знаю c а блин а power cord c я не знаю потому что я только аккорды c знаю то есть вот такое базовое базовые вещи многие люди просто вот нужно чтобы кто-то им подсказал мы это вот в youtube и мы это не подсказываем а если кто-то отдельный урок делает то мы не знаем на какую аудиторию мы это все дело так же как и я гитар и когда я делаю обзоры на гитару я вот примерно но пытаюсь говорить как бы с более-менее широким обществом да вот если я буду обозревать гитару и спи эту вот сейчас да там и я вам буду уже говорить как вроде вы все знаете что такое гитары и спи и какого они качества и так далее и так далее не задумываясь что может люди которые никогда не держали гитару и спи как я 10 лет на ну 15 лет назад не ни разу не державший гитару и спи в руках я бы хотел чтобы кто-то объяснил более-менее доходчиво для меня именно в то время так вот я еще сегодня ехал и сушь я там об учителях вот задумался об учителях рисования вот я еду а там была где же я начал об этом а я собак повез сегодня на на прививки и там короче такой две картины висели какого-то художника этом написано 99 собак и 99 кошек и одна собака и одна кошка то есть я вот сидел где-то минут двадцать втыкал пытался найти но это просто от руки нарисовано тоже так собаки вроде как ты можешь отличить да вот кошку там найти внутри тоже потому что они все от руки нарисованы такие мультипликационном каком-то смысле но это тоже считается на то есть это человек художник я допустим такого не нарисую никогда это ну просто от слова совсем сказать что этот художник да венчи нет конечно сказать что этот художник не умеет рисовать но я думаю что какой-нибудь фред художник то может если есть но я не думаю что среди художников может быть вот такой фред художник который там пробокат бегемотов там что они неправильно эту тень пошла домой да вообще он рисовать не умеет да там и да 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 ли вообще рисовать не умеете у него часы какие-то бесформенные сейчас я попробую найти эту так 1 разбавить разбавить нашу сону и вернемся понятно 99 cats ну это пазл я так понимаю какие-то он видно этот человек или пазлы сделал но она висела пока я ждал пока доктор придет собак заберет вот этот вот висел то есть 99 котов и одна собака да ну что он не зазумляется хорошо ну вот я смотрел собаку я нашел вот она собака вот эта собака но мне минут 15 надо было смотреть такой думаю блин сначала я думал даже что может быть где-то тем тут был думал уже тут где-то собака но потом я все-таки надо вот это собой такое же есть и про собак ну то есть это художник да он умеет рисовать он такое сделал это его такой арт какой-нибудь фред художник наверно скажет что ну как так нет хочешь не никогда винчи то есть да винчи там или кто или микеланджело там что они статую вы в это самое там вот он мышцу какую-то там что-то мышца которая здесь появляется но если вы не такой жирный мышца появляется когда вот вы мизинец короче вот так вот двигаете вот здесь появляется мышца да и вот тут как он дошел ну как ну делать ему нефиг был в те времена не было ж не нетфликса вот он на людей сидел смотрел и понял что вот эта мышца только в тут появляется когда мизинец он там этого давида по моему статуя да и но это грубо говоря да давид это вот в гитарном в гитарном деле кто там у нас может быть микеланджело да там ну есть понятно эквиваленты да допустим микеланджело но также есть у нас и вот этот вот который кошек рисует и ехал даже так подошел к этому делу с дерзостью и меня часто спрашивают какой мой уровень игры на гитаре вот я могу сказать что мой уровень игры на гитаре скорее всего даже выше чем уровень от этого художника скушать скушками с 99 кошками и одной собакой то есть мы эту вот шкалу никогда не рассматриваем а просто говорим если ты так не умеешь играть все значит ты не умеешь играть и это я почему в комментариях у меня под прошлом видео я обозначил тоже писали не димон то ну куда ты у тебя уровень вообще лишь низкий то вообще него без обид без обид димон там да я тебе полезу со своим советом не надо тебе это и действительно если бы я не был на ютюбе 6 лет если бы я не был на русскоязычном ютюбе 6 если если я не был на русскоязычном гитарном ютюбе 6 лет то может быть да может быть я даже вот как-то обращал внимание на всякие комментарии или советы в комментариях и действительно меня по нам углу как-то там раздосадовать да или может быть как как большинство людей скорее всего могут такие раздосадоваться вот этими всякими советами людей которые разговаривают на языке стран советов так вот я почитав эти комментарии и потом поговорим с людьми которые уже подписались мне на уроки я абсолютно понял что надо можно было и раньше это делать и можно было даже видео уроки делать и так далее и так далее потому что вот люди которые меня смотрят уже долгое время там базовые вещи объяснять надо и люди вот застряли застряли годами я помню себя тоже несколько лет до меня дошло до импровизацию да вот не несколько не знатая наверно несколько лет то есть вот пока ты не поймешь зачем нужна пентатоне зачем и алийская нужна и что такое дориан и как они отличаются друг от друга дориан и алийская да а как они могут быть одно и то же только это понятно в другом каком-то ключе если ты их сыграешь там вот эти вот все и все 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 вот эти нюансы там плюс как как сочинять как сочинять рифы где дед нужно идти на повышение на 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 понижение сегодня человек не вот спросила рита я вот что-то могу посмотреть но не могу никак понять вот эту cage cage system там да вот эти вот колесо там фортуны это короче circle of fit ну то есть такие вот вещи которые я тоже когда-то пытался пойти от думаю там там же разрекламирует кто-нибудь эту cage system или кто-нибудь разрекламирует эту но это практически одно и то же да это колесо пятое вот это и ты думаешь все вот если я пойму как она делается все я начну писать песни потому что там просто объясняется ну как как орды да какие идут вот тут ты идешь вот так тут ты идешь вот так но если ты аккорды эти сыграешь ну короче базовые вещи которые сделаны с сложным языком зачем-то чтобы понятно людей попытались понять и купили от эту дичь хотя ее там можно объяснить папа под по-другому поэтому я такое видео сделаю что наверное заканчивать не только да там гитарным преподавателям всяким они то не закончат тем более вот эти вот которые хайпятся там поговнить всяких гитаристов знаменитых заканчивать вам всем надо вот это бегать как попуга и короче как это и повторять вот эти бочины и хлебные там вот эти все дела повторяя хотя сам сам сидит про бегемота что-то коментит там хлебом это самое а в гитаре скорее всего на нулище ну то есть нулище я имею даже вот это вот с кошками и собаками если посмотреть то ну может там кошачий хвост как-нибудь и прорисовал бы там ну я имею ввиду гитара на смысле ну то есть так поэтому это видео которое я пишу на вдохновлении на том как я поговорил с людьми я понял что это даже если я немножко сомневался там смогу ли я помочь людям или нет сейчас я наоборот даже более в себе убедился что да людям многим это я не просто помогу а даже сделаю лучше и и и причем серьезнее вот я просто разговариваю разговаривать на сколько 10 я сегодня поговорил поэтому вы все должны бросать повторять про бочины хлебные и играйте на гитаре смотрите там развивайтесь и улучшайте свою игру на гитаре ну или или как-то так а так вообще поговорим на на эту тему в следующих видео кстати и для тех кто про патреон спрашивали то есть димон можно ли мне подписаться на патреон я поговорю с учениками может быть я некоторые ну если они захотят уроки я буду снимать мы по skype потом я это все буду снимать и отправлять на и патреон то есть для людей посмотреть может действительно там особенно такие важные какие-нибудь типа базовые но важные вещи которые я буду кидать на патреон может даже в телеграме то есть те вещи которые следы на youtube зам запостишь до прибегут короче кодла немытая какой нити начнут там про хлебище там и так далее ну то есть все 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 люди которые хотят спросить кого-нибудь про советы и про советы да про направление игры на гитаре понятно что они не хотят чтобы это всякая всякая там немытая немытая из немытых стран из одной немытой страны потому что русского говорящие страны сейчас ну там есть многие некоторые из немытые страны но только одно из этих немытых стран изгоя фаворит на русском языке поэтому ладно ладно не будь гитарное видео мы с вами кстати о политике я хотел ох интересная тема только что всплывал а хотел я сделать сегодня вот этот видос и еще один видос про гитары хотел с обзором сделать про белые черные гитары вот блин идеи сейчас целая куча времени нету делать ну ладно а вы ставьте лайк пишите комментарии подписывайтесь на спонсорство на патреон там и так далее чтобы идеи приходили так как они приходят сейчас и видео заливались так часто как они заливаются сейчас слава украине